МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она и активная участница нашей уральской кухни, потому что владеет очень многими рецептами. Правильно, Анжела? Да, и с удовольствием делюсь с вами. Но на этот раз я пригласила Анжелу Харитонову, потому что давала ей особое поручение. Пионерское. Пионерское поручение. Побывав с нашими земляками на нашем мертвом море, в Солилецке, подробно рассказать, что она там видела, что слышала, зачем наблюдала, как кушала, как проживала, в каких условиях. И вообще, какова там жизнь в нашем Солилецке. Ведь говорят, что Анапа по сравнению с Солилецким отдыхает. Там 2 миллиона, и у нас здесь по 2 миллиона. Побывав на мертвом море в Израиле, я особо ничему не удивилась. Ничего особо оборудовано не было. Все было просто и очень скромно. Я не знаю, как сейчас. А вот побывав в Солилецке, расскажет нам Анжела, что было хорошего, что было не очень хорошего. И даст вам какие-то советы. Вот по этой нашей уральской жемчужине, курорту, городу Солилецк. Татьяна Александровна, что я хочу сказать. Я к своему стыду, проживая в городе Орске, в Оренбургской области, первый раз посетила Солилецкий курорт. Почему-то раньше у меня не то, что не было такой возможности. Возможность бывает всегда. Не было желания. А почему? Потому что очень разноречивые и не всегда положительные отзывы слышала об этом нашем курорте. Но в этот раз, по вашему заданию, я не могла уже отказаться. И я согласилась, и я очень этому рада. Потому что Солилецк меня порадовал и удивил в хорошем смысле этого слова. Удивил, что в нашей области, в нашем Оренбургском крае есть такая жемчужина. И я встречала там людей с огромной нашей страны, которые годами приезжают, годами лечатся и скучают, когда нет такой возможности посетить Солилецк. Мне понравился курорт Солилецк во всех смыслах, в котором должно быть заложено слово «курорт». Семейная традиция у нас два раза в год мы отдыхаем в Крыму. В холодное время это мы посещаем курорты, в санаториях отдыхают. И июль месяц обычно мы ездим на пляжный отдых. Обычно это Севастополь, Алушта, Портенит. В этом году не выпало такой возможности съездить в Крым. Но я рада, что именно есть не то что замена, альтернатива. И наше есть теплое, настоящее Солилецкое море. Я могу сказать, что я окунулась, но для меня это было прям сказочное открытие какое-то, что у нас есть такие места. Знаете, как говорится, живешь в родном краю, у тебя под погом такое чудо, а ты едешь не знаю куда. Зачем? Как курорт Солилецкое меня порадовало, что там есть все, что должно быть на курорте. Что должно быть на курорте? Ну на курорте должно быть организованное проживание, питание, отдых, развлечение, отдых. И, конечно, сами процедуры, которые принимают люди. И это все есть как раз в Солилецкое. Вы же не по путевке ездили? Нет, мы не по путевке, мы ездили с туром, мы остановились в прекрасном месте. То есть на любой вкус, цвет и кошелек вы можете найти жилье в Солилецке. Мы жили в прекрасном гостевом доме. Мне понравилось и обслуживание, и условия, и цена. В принципе, все это сложилось в одну семейную копилку. Это все для нас сейчас, даже пенсионеров, получается доступно. А вот в номере что у вас было, вот у вашей гостиницы? В номере было все, что нужно для проживания. То есть холодильник, кондиционер, душевая кабина, спальные места. То есть все это было. Но еще были душевые, например, душ был летний, который можно на улице принять. Стояли качели, песочница. То есть там были созданы благоприятные, такие отдыхающие мероприятия в самом даже гостевом доме. То есть в гостевой дом было очень приятно возвращаться, отдыхать там. Там даже была комната для того, чтобы собирались люди все вместе. Да, да, все вместе. То есть там был холл деревянный такой на улице, увитый плющом. Очень интересно. Мне даже напомнило чем-то постройка, это Бахчисарай. Я так и написала, почти Бахчисарай. То есть наш уральский Оренбургский Бахчисарай. Понятно. И сами озера меня удивили. Я почему-то думала, что я приеду там какие-то, грубо говоря, извините меня, пожалуйста, думала какие-то лужицы. Ну так, местного значения. И там люди сами по себе что-то там по собой производят, какие-то манипуляции лечебные. Нет. Там оказалась, во-первых, такая хорошая пропускная система. То есть заходишь по билетам, пропускается все. То есть билеты – это цена. Я слышала, что завышенная цена. Я посмотрела и решила, что это оправдывает. То есть это должно существовать. Где-то существует курортный сбор. А здесь вход на сам курорт. 300 рублей вход. Мне кажется, это и недорого, и недешево. Это то, что должно быть. Мне понравилось то, что каждое озеро, там 5 озер, как я посчитала, до которых я была. Они все оборудованы местами отдыха для загорания, для отдыха, для пребывания семейного отдыха с маленькими детьми. Я вот как раз наблюдала за семьями с детьми. Если удобно им, если им это нравится, значит это что? По высшему уровню, значит это по ГОСТу, как раньше в Советском Союзе говорили. Здесь все по ГОСТу. То есть и развлечения есть, и аквапарки, и детские площадки, и просто в тенечке отдохнуть под зонтиком. Зонтиков очень много. Никто не остался без зонтика. Когда нас предупреждали, возьмите свой зонтик, а то у вас зонтик. Зонтик, который мы привезли, так и лежал в номере. Потому что там всем все хватало. Шезлонги были. Ни разу я не была без жезлом. Ни разу я не лежала. Может быть и хотела бы полежать на травке, на песочке. Нет, хочешь, пожалуйста, полежи, расстели свой. Прекрасный, красивый пляжный коврик и лежи. И мне кажется, мы попали как в сказку. Вот знаете, недаром есть такая сказка. Вот Иван, котик-дурак, искупался в трех котлах, в тот же час омолодился, на царевье в МИД женился. А у нас в Оли-Леске пять таких котлов. Понимаете? Пресное озеро, слабосоленое, тузлучное озеро. Озеро, где водятся специальные лечебные рачки, создают такую розовую атмосферу. И грязевое озеро. То есть пять лечебных озер в прекрасном состоянии. И они сейчас расширяются, благоустраиваются. Все для быта и для оздоровления наш, арчан, россиян. И я встречала людей с Тольятти, с Тюмени, с Красноярска, с Челябинска очень много, с Ижевска, Татарстана и Екатеринбурга. В Анжелу, ты уже меня так заинтересовал, что я давно там не была, но теперь тоже соберусь. Между прочим, кто каждый год ездит, говорит, что очень заметна разница, как было и как стало. И за эти вот два года, когда у нас существовала вот эта пандемия, мы Солилецк не проставил, он хоть и был закрытый, но он улучшал свою инфраструктуру. Они действительно улучшили. И вот горожане из других городов говорят, что очень заметно улучшение, что действительно он сейчас приобретает значение всероссийского курорта. Ну, замечательно. Но мне интересно, побывала ли Анжела вот в магазине «Черный дельфин». В магазине? Да. Вот от самой, так сказать, здания вот этого тюремного здания. Вы знаете, нет, я прошла мимо, посмотрела, сфотографировала сам дельфинчик. Но у меня есть еще возможность. Обязательно, потому что это не просто магазин, а там магазин творчества людей. Людей, осужденных на смертную казнь, да, на пожизненное заключение, которые пребывают. Но их творчество, оно тоже, понимаете, оно тоже очень оригинально. И вот эти даже дельфины, которые стоят там, да, выполнены. Поэтому у нас две известных, так сказать, тюрьмы «Черный дельфин» и «Белый лепет». Ну, есть куда пойти в следующий раз, это хорошо. Ну да. Меня всегда интересовала история возникновения вот этого, ну, вот этих озер, как они создавались, как они это самое. Ну, в одной передаче мы все это не сможем рассказать. Я тоже поинтересовалась, меня просветили на этот счет, что есть музей именно соляной разработок. И то, что мы можем туда попасть, и нам расскажут, даже покажут эти шахты. И там сейчас существуют экскурсии в самом Солилецке, где все прекрасно это рассказывается, показывается и просвещается. То есть население имеет возможность посмотреть, как возникали эти солилецкие разломы, шахты, озера. Ну, и самое главное, Солилецк ведь славится еще и своими арбузами. И там бывает этот арбузный фестиваль. Мне кажется, это наше достояние. Арбуз – это такое же достояние, как наши орбузские пирожки, правильно? Как наш Оренбургский пауховый платок, наш Орский, не Орский, а Солилецкий арбуз. Каждый четвертый арбуз в России – это наш. Солилецкий? Не астраханский? Нет, нет, мы перещеголяли Астрахань. Да вы что? Да я знаю, у меня самое поле задачей. Все в арбузах, вот, за поселком Ора, да, арбузные поля, свои, так сказать. Ну, это выращивает наше население, наши люди. Поэтому, конечно, дорогие друзья, мы очень рады, что, несмотря на сложность этого лета, несмотря на все требования, которые нам предъявляли, тем не менее люди старались как-то отдохнуть, что-то увидеть, что-то услышать. И впереди мы запланировали еще вот одно такое необыкновенное путешествие по маршруту Уфа-Табынь. Мы побывали с проектом «Играй гармонь» на многих городах России. Мы пять лет плаваем на теплоходе Алексея Толстой. Но мы еще плохо знаем красавицу Башкирию, соседку. Оказывается, мы не только можем сплавиться по реке Белой на теплоходе, мы можем посмотреть национальный парк, национальный музей Башкирии и даже копию ледяной Кунгурской пещеры, которую в виде инсталляции там создали. И все это заложено в программу летних путешествий наших земляков. И посетить, конечно, святыню Оренбургского края, икону Оренбургского казачьего войска, икону Табынской Божьей Матери, которой более 525 уже лет, и которая иногда приезжает к нам, охраняет наш храм. Хотя с подлинником генерал Дутов унес в революционные времена эту икону в Китай. В честь нее построен храм Табынь, но затем произошла декоммунизация Китая, и икона эта исчезла. До сих пор наша Оренбургская икона, даже при помощи передачи «Жди меня», не смогла вернуться на родину, и продолжаются на ее поиски. Но копия ее, красносольская вода, которая забила вместе явление, источники водные, которые мы также посетим, я думаю, будет прекрасным время проведением для наших арчан, южноуральцев, оренбургцев, для всех тех, кто любит свою малую родину и свой необыкновенный край Южный Урал. Правильно, Анжела? Да, правильно. Нужно знать, узнавать, познавать, изучать и гордиться своей малой родиной. У нас очень много всего интересного, и то, чего даже мы с вами, прожив столько лет, еще не знаем. На этой вот такой радостной, оптимистической ноте, дорогие друзья, мы заканчиваем с вами очередную встречу у Камина и приглашаем вас. Путешествуйте с нами, путешествуйте без нас, путешествуйте с турфирмами, как угодно, но не оставайтесь дома. Независимо от возраста, от времени, от денег. Вы же смотрите программу «Орел и Решка», одни на 100 долларов, другие на 100 рублей проводят свой. Тем не менее, надо всегда жить, а не доживать. Надо духом не падать, сердцем никогда не стареть. Надо радоваться жизни, потому что она у нас одна. И мы не знаем, есть ли другая, хотя должны верить. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч.